Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжим тему вычисления повторных интегралов или двойных интегралов и изменения границ в том и в другом порядке. На предыдущем занятии мы уже два занятия посвятили и теоретическое, и практическое, примеры, которые вызвали интерес, и вы решаете их. И вот сейчас я подобрала примеры, и разберем тот пример, который у нас остался не совсем стандартный, в том плане, что нужно было попреобразовать саму линию, саму область интегрирования. А сейчас запишите, пожалуйста, изменить порядок интегрирования в следующих повторных интегралах. Изменить порядок интегрирования в следующих повторных интегралах. А. Интеграл от 0 до 1, dx, интеграл х в квадрате до х. И на подкрытии силы, пока мы все не конкретизируем, в dy. Пока мы только с границами работаем. Вот пример А. Можно, конечно, сразу примеры выписать. Давайте я сразу напишу А пример, В пример и В пример. И будем сразу решать, чтобы, если у кого-то мысль появится, можно самостоятельно решать и просто сверять с дневской вариант. Интеграл от 0 до 1, dx, интеграл от e в силу y до e. А вот здесь у нас dy до dx. Так, и теперь у В. Вот, три примера. Интеграл от 0 до y, dx, интеграл от 0 до 70, от 0 до 70, x. Это от x, y, dx, 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 dx. Так. Ну вот, прежде чем, чтобы изменить границы интегрирования, здесь нам предлагают, нужно нарисовать область, вычислить, по которой идет интегрирование, чтобы представить воочию, что нам придется предстоит сделать. Границы нам вот так, чтобы было понятно изменить. Мы уже делали на предпочтении занятия. То есть, если у нас dx идет, значит, нам поставить на ногу и dx, будет границы. А функция вот так у нас будет. Это от x, y, dx. То есть, поменять границы. Давайте область вычертим. Возьмем x, y, декортовый координат на плоскости. Возьмем, давайте обернем у нас рисуночек до первого примера. Так, x, y, масштаб. Так, а смотрите, x от 0 до 1. Значит, можем взять от 0 единицу. Ну, давайте от 0 единица. Вот так берем. Так, y тоже единицу. Вот так, чтобы у нас уместилось. Потом чертеж. Теперь смотрите. Y смотрим. Мы сразу прям x. Смотрите, можно тут так выписывать. Для первого примера у нас получается x меньше равно единице, больше равно 0. Вот так, 0 единица границы. А смотрите, что с y. y нижнее x квадрат равняется. y равняется x квадрат. И давайте сразу же построим x квадрат. Это нижняя граница. y равня 1 единица. И сейчас можно по точкам вывести, что это парабола и ветви вверх, да, и через начало кардинак параболы. Ну, и вторую точку теперь можете думать взять. Хотя можно уже и не брать, потому что у нас x, смотрите, x у нас ограничивается от нуля до единицы. Значит, мы можем при 2 будет 4, просто чтобы эту ветку построить. А так парабола представляем. Можете, знаете, взять, например, одну вторую, чтобы понять, как что прогиб у нее будет. Вот она. Одна вторая, допустим, а в квадрате одна четвертая. Вот тут точечку, чтобы более-менее построить. Ну, вот так она пойдет. Кусочек параболы. Вот это у нас будет нижняя граница. Верхняя граница, смотрите, y равно x. Прям пишите y равно x. И, смотрите, y равно x, это есть прямая линия, через начало координатно проходит, да, или беситриса, первая третий координатный блок. Соединяем 0, она проходит 0, 0, 1, 1, вот, то есть, соединяем прямая. Таким образом, у нас с вами как бы, ну, такой лепесток получился. Вот тут вот это параболый кусочек. Вот так, если у нас идет. Итак, посмотрите, как у нас расставлены границы. Если x у нас изменяется от 0 до 1, то y изменяется, смотрите, от параболы x в квадрате до x. А теперь нам поставят поменять границу 0. То есть, теперь как у нас будет изменяться dy? Посмотрите. Как у нас dy изменяется? Смотрите, на оси y смотрим. Ну, скажет мне кто-нибудь. Как x до x в квадрате. От 0, что, до? Игниться. Правильно, до y. Так же вот, смотрим уже по y. А потом x будем смотреть сейчас. Итак, y у нас от 0 до 1. Правильно. Вы увидите, молодцы. А теперь смотрите, правильно, видим, теперь нам надо как x изменяется. А x мы отсюда найдем. x у нас будет, смотрите, вот так мы идем. Вот, происходит. Встречается граница сначала, нижняя будет такая, y равна x. Да, то есть, x у нас изменяется от y. Вот, смотрите. А дальше встречается, вот первая прямая, прямой, дольный парабола. А парабола задается, надо x вычислить. Но так как у нас x в квадрате, то корень квадрата может быть с плюсом и с минусом. Но только как у нас первая четверть, то мы берем с плюсом. То есть, x у нас, а в сухо находим x. x равна x, корень квадрата, и извлекаем корень. Он будет, ну, кладу ли x. Мы берем с плюсом, потому что у нас первая четверть. Вот, задана левая часть, у нас мы вычислили, вычислили область определения. Вернее, область интегрирования. Все, ну, что-то у нас, y, готовьтесь. Все. Это вы изменили границы интегрирования. Вот, если вам это понятно, это очень хорошо. Могло бы быть задано наоборот. В левой части вот это, если бы было задано это, а там бы не было границ. Когда бы вы рассуждали, уже исходя вот сюда, переходили бы x, смотрели бы здесь, а y смотрели параллельно, вверх параллельно y. Ведете и смотрите, какие линии, какие функции встречаются вам. И выражаете ту переменную, которая изменяется. Если y, то y выражаете через x, а если x, то x через y выражаете. Ну, вот это первый пример. Посмотрите, можно подписать, чтобы нормально оборвать. Сразу учитесь оформлять, как это, знаете, по вопросу. Что если вы хотите курсовой, да, в дальнейшем оформлять, вот, по какой-то, значит, дисциплине или статью на конференцию, то сразу пишите рисунок, 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 обозначает цель, подпись рисунка, вы можете обозначить его, что область интегрирования у вас. Вот так у нас в актузии он подписан. Область интегрирования. Именно у нас иллюстрация к айзер. Область интегрирования. Тогда эти аппоста всего у вас нет. Теперь вы смотрите, если вопросов нет, я смотрю, что у вас понимание есть, то есть у некоторых вы смотрите, взгляд, понятно. Смотрите, мы переходим ко второму. Аппоста B не только такая самая. Нужно, чтобы изменить границы, начертить их область. Смотрите еще раз. Вот здесь мы видим, как Y изменяется от номера до единицы. Смотрите, X изменяется от E в степени Y до E. Нужно построить эту область. И начинаем прямо так же рассуждать. То есть мы берем оси XY. Значит, Y от нуля до единицы. Здесь Y у нас изменяется от нуля до единицы. И вот здесь мы будем делать так же. Назвайте X, я тоже масштаб. Прошу возьму. Посмотрим. Так, это Y. А теперь X, смотрите. Тоже Y вы сразу можете для себя. Вот рисунок 2. И так, рисунок 2. И сразу область интегрирования. Вот, у него область. И так. И так, Y у нас сразу пишется. Больше равен номера, меньше равен единицы. Станово границы видим, да? А вот X давайте смотреть. X у нас получится. Смотрите, внизу я. X равняется. Окей, вам тоже не радость вам записать, но я границы возьму. Давайте. X у нас получается больше равно E в степени Y. А меньше равно E. Так как у нас здесь можно смело E в степени, это всегда будет положено первой четверти. В данном случае располагаться, потому что Y граничит от нуля до единицы. И можете смело, что правое число будет больше, левое тут E в степени Y. У нас Y получается самое большое, равный будет. Когда Y единица, смотрите, E и E у нас граница. А как у нас получается Y, дробная одна вторая, корень из E всегда меньше E. Поэтому тут как раз очень хорошо все получается. Итак, знаете, на что получается? X, нижняя граница, E в степени Y. Ну, X в степени Y, я представляю, начинается у нас... Смотрите, при Y равном нулю, давайте так, X будет равно единице. Y от меня, это будет единица. X, да? То есть у нас X, смотрите, будет изменяться. Это единица. Я тут X сразу продлю, давайте так. Я уже вижу по смыслу, что продлить надо. Вот так, вот чуть-чуть. Почему я вот это увидела? Смотрите, Y говорит 0, E в нулевой степени, это будет единица. Значит, у меня X получается от единицы будет изменяться. X будет больше, равно единица. Вот. Поэтому я пишу единицу. Вот я, значит, 2 соответственно, 1, 2. Дальше, смотрите, как можно вот этот кусочек функции построить. В принципе, тут можно увидеть функцию, обратная для показателя, логарифмическая. Если прологарифмировать по основанию Е, то мы смотрите, что с вами научим. Логарифм X равняется Y. А логарифм Е, это будет, ну давайте аккуратно, е. Логарифм Е. Логарифм Е даст единицу, так что Е в первой степени Е. Мы сомневаем функцию и выполняется логарифм X. Ну, чтобы у нас это получится, а так поточку можно построить. То есть, при X равной единице мы получаем 0. Вот здесь получается. Так. А можно, смотрите, логарифм, например, взять я только двойки. Логарифм натуральный двух. Степень какая у нас будет. Вот. И мы знаем, что, смотрите, меньше равно Е. Смотрите, давайте так, логарифм у нас ограничено. Е, например, берем. Логарифм Е, это будет единица. Y как Е. Это будет единица. Значит, если мы возьмем Е, а Е это получается 2,72. Ну, допустим, если мы возьмем 3, дальше, то чуть поменьше 3. Итак, при Е это у нас получается единица. Что-то я делаю, возьмем, прям вот Е. Прямо можно смело брать. 1,2, здесь 2,72. Ну, чуть меньше тройки. Вот так усиливаем. А это единица. Итак, смотрите, вот на этом участке. И, зная, как логарифмическая функция идет, я могу нарисовать, например, кусочек. Пункция. Это вот Х равняется Е в степени У. Я вот таким образом ее изобразила. Границы взяли как раз-таки у нас. От единицы получилась. Вот Е в степени У. У нас в другой степени, как и у Е. Вот так. То есть, знаете, как вы посмотрели, у нас получается вот такая граница. Ну, вот здесь я здесь перехватил. Вот оно, у нас интегрирование. Итак, смотрим. Y от 0 до 1. Так. А, смотрите, как Х. От е, смотрите, ведем параллельно. У нас идет. От е в степени У. Вот это как раз идет. Х от е в степени У. Первая встречается до е. Х равная, ну, можно тут вертикаль. Поставить, х равняется Е. Это вертикальная линия. Вот эти вот границы. Вот у нас область интегрирования. Вот такой сегмент, можно сказать. Здесь как бы у нас логарифмическая функция. В принципе, можно и подписать. Вот это, смотрите. Х равняется Е. А вот это у вас получается. Вертикальность интегрирования Х. А Х это и будет Е в степени У. Основание в степени У. Ну, а теперь нам предлагают поменять границы. Это мы область левую часть воспользовали, чтобы нарисовать. Границы как дифференциалы Х и В изменяются область саму. А теперь все. Рассуждаем так же. Теперь меняем границы. Смотрим. А границы у нас, знаете, было бы И, значит, у нас и границы будут. А в ДХ надо расставить. Вот. Это от Х. И ДХ равняется Д. Вот. Все. Проработало. Полгарит. Ну и так, смотрите. ДХ у вас идет. Смотрите, как Х изменяется. Кто мне скажет, как Х изменяется? Из-за 7 слов мы на область смотрим, как будет изменяться Х. От чего до чего? Вот у нас область. Все. Как здесь Х изменяется? От единицы до Е. От чего? От единицы до Е. Х будет изменяться от единицы до Е. Х от единицы до Е. Смотрите, как У будет изменяться. До Е. До Е ведете параллельно. До Е от чего будет изменяться? Смотрите вертикально. Вот вы ведете вот так линии. Вот. Начинаете отсюда. И насюда. Как У изменяется? От каких? Ну, от оси Х. Это и что? У равно нулю. Да? От нуля одно. Логаритмой Х. У нас от нуля изменяется. Смотрите. У на логаритмой Х. Ну, это и что? Ну, это и что? Ну, это и что? Ну, это и что? То есть здесь прямо мы четко едем. Еще раз. Если мы берем У, смотрите, от нуля до единицы, то Х будет изменяться. Е в степени У до Е. А если мы берем от Х в начале от единицы до Е, то У будет изменяться от нуля до натурального логаритма Х. Если конкретизировать функцию Ф от Х и У, то, естественно, мы можем посчитать интегралы. Ну, и теперь у нас смотрите. Перейдем к третьему интегралу. То есть самое у нас будет. Начнем с рисунка. Потому что рисунок, конечно, можно уме рисовать, но это есть такие интегралы, которые действительно уме рисуют и сразу решают из чертежа. Ну, для наглядности мы все-таки рисуем. Итак, третий рисунок. Давайте сразу перейдем, какие границы, чтобы быть. У нас вот такой интеграл. Если был Б, значит, Д и Х. Правильно, не будет изменение порядок. А тут у нас будет Р от Х или Д и Х. Д и Х. Так. И от нуля до Пи. Пи это примерно 3,14. А так и рационально. Я напомню. Это будет чуть-чуть у нас маршатка. А теперь выбор левый. И рисунок я найду сейчас вот. Ну, давайте вот сюда. Вы знаете, что сделаем? Рисунок третий вот сюда. Разбираем. Сейчас еще его. Так как у нас сразу видно от нуля до Пи, то есть у нас будет первая четверть. Поэтому можно вправо вот так делать его. Вот так. И зная, что синус Х, самая большая, у нас единица от нуля до единицы ограниченная. Поэтому тут единичку выбрать. И вот так. А здесь, смотрите, если вы такую единицу берете, то Х, смотрите, изменяется от нуля до 3. 3,14 вы берете единиц. Вот более-менее на правом лупе окошко. Раз, два, три, четырехсот. У меня в конце уговора идет тогда. Вот так, пусть у меня будет. Я вот так и возьму. А так, к примеру, надо 3 вот этих единицы должно быть. Итак, теперь смотрим. От нуля до Пи изменяется у нас Х. И в Х смотрим от нуля до синус Х. Ну, построим график веточку у нас. От нуля до Пи у нас будет ветка. При Пи на 2, смотрите, вот тут очень хорошо, а функции очень хорошо сразу, чтобы синус Х, у вас образ функции возникал. То есть те элементарные функции, что вы в школьном курсе пошли. Вот ознакомились. Более точно можно построить, допустим, Пи на 4, взять это корень из 2 на 2, да? 1 на 4 на 2 на 0,7 где-то стоит точечка. Это уже так для красоты. А так это волна. Вот так, наверное, волна. И вот сюда она выведет. Вот так, как по правилам волна получается. И при Пи на 2 самое максимальное значение. Ну, это единица. Вот здесь немножко изгиблия. Искажки. Итак, в нашем случае получился вот такой у нас синусоидальный сегментик. Еще раз проверяем левую часть. Внимательно смотрите. Икс изменяется от нуля до Пи. От нуля до Пи. Исходится вот все. А ик от нуля, так как на полосе икс, да? До синусы икс. Я могу подписать. Икраняется синусы икс. А теперь нам поменять надо границы. Меняем границы. То есть теперь вначале посмотрите, у нас будет Д и Y. Д и Y у нас... Как будет меняться Д и Y? Посмотрите внимательно, что вы мне скажете. Ну смелее. Вы же видите. Что? Отмоляю что? Д и Y. Ну и Y. Это Д и Y. И шутят уже до единицы. Их прям прямо. И меня до единицы. А вот здесь, смотрите, как мы здесь писали. Икс больше равно... Вот так же можно подписать. Исума 3 будет у нас. Исума 3. Также область интегрирования можно. Область интегрирования. Для А, В, В. Случай у нас. И то, смотрите, тоже для него. У нас получается, что икс больше равно нуля, меньше равно Т. Так? Вот. А Y у нас больше равно нуля, меньше равно синус Х. Икс больше равно нуля, меньше равно синус Х. И сейчас наша задача, посмотрите. Вот Y от нуля до единицы. А Х, смотрите, получается, вот так изменяется. Вот я горизонталь рисую. Получается от вот этой синусоиды полуволны, да? Смотрите. До другой полуволны. То есть нам надо Х найти отсюда. У нас Х получается. Х равняется Арксинус Игрек. Арксинус обравняется Игрек. То есть изменяется от Арксинуса Игрек до, смотрите, до Пи минус Арксинус Игрек. До этого варианта, потому что у нас идет на Пи смещена сюда, Пи минус Арксинус Игрек. То есть, смотрите, Игрек от Арксинуса, Икс от Арксинуса. Мы выразили Игрек. Арксинус Игрек мы нашли и указать в вас Арксинус Игрек в границе. Ирексинус Игрек сосуда Арксинус Игрек. Видимо, смотрите, вот от этой полуволны части, видите, измениться, вот Пи над Бо у нас. До вот этой, смотрите, отсюда на сюда, до вот этой полуволны. А эта полуволна Пи получается смещена. Это полуволна Пи минус Арксинус Игрек. Док Пи минус Арксинус Игрек. Можно по точечкам проверить, что у нас будет получаться. При единице у нас будет Пи над Вой, и получится Пи над Вой. Именно вот сюда мы упадем, у нас вот эта точечка, где сойдут сами, равные будут. А так вот, от этого значения до этого, от этого значения до этого. То есть от значений на одной полуволны до значений на другой полуволны. Все. Это у нас вот три рисунка. Итак, чтобы выполнить, посмотрите еще раз внимательно на задания. Они, конечно, разные сложности могут быть. Вот. Мы сейчас вернемся как раз к примеру, что у нас с предыдущего занятия надо было. Немножечко еще в том и в другом порядке расставить. Но здесь, посмотрите, нужно очень четко представлять себе область интегрирования. Вот. Если, посмотрите, у нас не было с вами функции, то есть просто было бы dx, dy. То, как мы уже говорили, смысл какой? Это была бы площадь фигуры. И площадь фигуры мы могли бы вычислить через двойной интеграл, а может через один интеграл. Вот. А здесь у нас просто еще функция дана. То есть мы вычисляем интеграл функции на этой области интегрирования. Вот. А область интегрирования задана по-разному. Посмотрите внимательно, скажите. Есть сейчас вопросы какие-то, что вот здесь пока у нас материал, чтобы, потому что я следующий пример буду сейчас еще, да, частью делиться. Сейчас есть какие-то вопросы у нас? Нет. Нет, да? То есть сейчас все пока понятно. Хорошо. Тогда мы как раз перейдем к примеру. Вот что у нас было как раз. Ну, надо посмотрим. Посмотрите. Задание такое у нас было. Расставить пределы интегрирования в том и другом порядке в двойном интеграле. Смотрите. Смотрите. У нас был задан двойной интеграл. Смотрите. По области S. FHXD. VXD. И не забывайте рядышком. То есть вот их надо расставить. В том и другом порядке. Для следующего по-разному интегрирования. Ну, часть могу полнить с вами. А часть у нас как раз остался приньер. Вот такой приньер. S у нас. Вспомните. Найдите круг. Я там уже видела, что вы чертуры здесь сделали. И так. Как я выбираю, находите задание. И сейчас мы с вами будем. Пока рисунки я оставляю. Так. S у нас круг. А, В, В. Так. А, В, В. В, В. Сейчас я не буду для данного. Так. S круг. X квадрат плюс Y квадрат. Посмотрите. Меньше равно 2х. Вот такое у нас было задание. Можно записать пластину круга. Вот круг, чтобы представить, нарисовать его, я предлагаю, ему нужно посмотреть, что это за круг. То есть в круге, если это круг, значит должен быть центр у нас круга и радиус окружности, который описывает этот круг. Поэтому предлагаю все перенести, как границу сделать, а именно X квадрат плюс Y квадрат равно 2х. Границу круга так. 2х перенести и выделить полный квадрат. X квадрат минус 2х. Полный квадрат относительно X очень удобно выделяется. Смотрите. X квадрат, квадрат первое есть, минус удвоенное произведение первого есть. А второе, получается, число единицы. Прибавляем единицу, 5 или единицу, чтобы ничего не изменялось. Для этого мы можем и плюс Y квадрат не забывать. Однако, смотрите, вот это мы можем свернуть. У нас с вами получится X минус 1 квадрат плюс Y квадрат. Одно единицу, я перенесу константу. И таким образом центр, посмотрите, центр окружности у нас или круга, в нашем случае как круг, центр будет равняться с координатами 1, 0. Видите, X нулевое, тут единица. Если я подставлю 0, пойдет 0, 1, 0. Выполним этот круг. Так, носами получится. Так, весь круг получается смещен. И радиус единицы, значит, в правой части все-таки у нас первый, второй займет. То есть полуплоскость вот эта правая. Итак, 1, 0 точку начертим. И радиус единицы. То есть у нас вот так пойдет. Здесь единица, здесь единица, вверху единица. Внизу единица. Ну, не совет сразу, чтобы все расставить точки над и видеть границы. Вот, то есть круг рисуем. Это бывает, когда получится. Потому что 1 и 1, это 2. Так, и пошли круг рисуем. Вот так у нас мы нарисовали. Вот это какая окружность. Поэтому смотрите, кто нарисовал в центре 0, 0, то неверно, потому что тут надо... Да, четко, смотрите, в окружности центр окружности и радиус, радиус равен в единице, здесь. Это квадратия. Куренька, да, в единице. Итак, а вот теперь мы смотрим. Смотрим мы, где мы в каком порядке, нам и там, и там поменять порядки. Значит, у нас такой вариант возникает. Посмотри, что нам предлагают сделать. Нам предлагают, например, разбить. Вот так сделать варианты. dx. Минтеграл f от x, y, dy. Вот там пранец, естественно, при правильной расстановке все у нас будет. Интеграл потом dy. Потом интеграл f от x, y, dy. И вот нам расслаблено. Вот идем, допустим, слева. Итак, смотрите внимательно. x как у нас будет изменяться? Вот в нашей области круг, область интегрирования. Внутренность круга. x как изменяется? Кто мне скажет? Ну, как начало. От чего? Это чего? x. Круг у нас... От 0, да? До 2, кстати. От 0, да. x от 0 изменяется. Ну, верно. Так. А теперь смотрим y. Как у нас y изменяется? y мы смотрим. Смотрите по области интегрирования. Идем снизу. Вот у нас. Вот так она у нас идет. Так. Вот так, если не, смотрите. Так вот параллельно идет. Вот так у нас. От чего до чего она изменяется? На что получается? y. Вот от этой полуокружности. Согласны? До, смотрите. До верхней полуокружности. y изменяется. Вот мы смотрите. Идем параллельно. И пошло, и пошло. Значит, нам нужно задать на свадьбе. Отсюда выразить. Посмотрите. Вот из этого лавнения. Можно было давайте на свадьбе не встречались. Ну, а вверху мы знаем, что в форме вращаться. Мы рисунок пометим. Рисунок 4 пусть у нас будет. Подобранные интегралы. Уж не говоря о правиле, это много приходится рисовать. Вот. Рисунок 4. Вот. Так. Область интегрирования давайте для случая ГРУ. У нас будет область интегрирования. Так. Вот так. Нам нужно с вами, посмотрите, вот из этого уравнения выразить y. Найдем и начинаем. Преврешаем. y квадрат находим. Вот сюда можно сказать. y квадрат равняется. x мы сразу с вами определили. x больше равно 0, меньше равно y. Прямо по образу определения отсюда берем. А y на поле отсюда. или квадрат единица минус x минус 1 в квадрате. Вы знаете, что здесь можно преобразовать. Я, например, квадрат выделила, потому что я вижу единицу, и минус единица потом уйдет. Давайте раскроем, чтобы более получился у нас красивый вариант. Единица будет минус x квадрат, минус единица, плюс единица. Но когда я скобки раскрываю, то в результате получится, после раскрытия скобок единица, смотрите, минус x квадрат, плюс 2x минус 1. У нас получается, что единицы уходят, да? И остается, может так записать, 2x минус x квадрате. 2x минус x квадрате. Все, это y квадрат. Ну и находим, смотрите, y выделяем. y будет равняться плюс минус, да? y или логулей уходим. Здесь у равняется, давайте, мол, y правильно будет. Здесь, посмотрите, почему молы у нас и плюс, и минус. Смотрите, здесь нижняя, y отрицательная, видите, нижняя полуга уже. А здесь верхняя положительная, поэтому плюс-минус идет. У нас получается, мол, y, а у нас квадратный, ну, x минус x квадратный. И мы видим, что y у нас будет изменяться от нижней части границы. А нижняя граница у нас будет что? Если расписать, y у нас будет, нижняя граница у нас будет с минусом. Значит, а верхняя с плюсом. Для y большего нуля мы получим корень квадратный. 2x минус x квадрате. Это вот эта часть. А для нижней, для y меньшего нуля, знак, смотри, снимаем, минус получается, мы больше на 1, минус, уже корень, корень, 2x минус x квадрате. 2x минус x квадрате. Таким образом, посмотрите, на что получается. y будет изменяться от минуса н квадратный 2x минус x квадрате. Ну, плюсом. 2x минус x квадрате. Все. Это мы решили в одном порядке. Их до х за ик. Здесь можно было, смотрите, просто преобразовывать. Можно было, конечно, и у нас доставить, или это плюс минус корень квадрата, изменится минус вот этот вариант. То же самое, да, получился бы у вас все равно корень с плюсом, с минусом. Но это более преобразованный. А теперь вам нужно, посмотрите, поменять границы. Смотрите, как будет, если мы смотрим теперь до y. Как y изменяется у нас? Смотрите на оси y. И смотрите на область. От минимального до максимального значения области. Как меняется y? от минус единицы до единицы. От чего? Ну, а что? От минус единицы до единицы. Это прямо на оси смотрите. Вот как x вы смотрите от номера до двух, так и y от минус единицы до единицы. Все, и пиките y у вас от минус единицы до единицы. Так? А смотрите, как dx будет изменяться, а dx вы смотрите уже параллельно ведете, и вот у вас получается. вот так у нас идет так, вот здесь так в точке, здесь так, то есть вот горизонтально ведете вы уже как x изменяется. И вы видите, что границы у x вы видите от этой полуокружности, да, вот так вот выражена, до вот этой вот части. То есть вам нужно найти, чтобы y находили из уравнения окружности. А теперь вам нужно, смотрите, x из первого уравнения найти. Потому что границы x вас интересуют. Все, накнуете x, решаете уравнение. У вас получается x минус 1 в квадрате, равно единица минус y в квадрате. Теперь можно корень квадратный извлечь. Только помните, что должно быть у нас, да, там x плюсом и с минусом может быть. Да, так как y у нас с плюсом и с минусом, а x у нас, ну посмотрим, давайте напишем так, у нас получается x минус 1. Если у нас x, смотрите, вот это, если x, смотрите, получается больше равно единице, а то это положительная величина, а это будет вот эта часть, у нас большее будет. Равняется, корень квадратный, смотрите, единица минус 1 в квадрате. Это один вариант у вас. То есть x вы получите отсюда. Это когда случай x больше равно единице, а x больше равно единице, это вот эта вот часть вы получите, у вас будет x равно, переносите единицу, единица плюс корень квадратный, единица минус 1 в квадрате. Одна граница есть у вас. Единица с плюсом. А вторая граница, смотрите, если x у нас получается меньше единицы, то у вас отрицательный получается, а вы второй возьмете, у вас будет минус 1 на вторая, если вы берете. И раз отрицательный у вас получится, то модуль у вас будет с минусом. То есть, когда вы корень извлекаете, у вас, смотрите, что получается. Модуль x минус 1 равно единице минус 1 в квадрате. И когда у вас x больше равно единице, я напомню значение модуля, x минус 1, давайте, что у вас получается, если у вас будет x минус 1 с плюсом, если x минус 1 больше равно 0, больше равно единице. И будет минус x минус 1, если у вас x меньше единице. Потому что x меньше единице, по модулям получится, отрицательная величина модуля, это расстояние, но отрицательное быть не можно, я напоминаю, школьного курса у вас материал. А расстояние, если это положительное, то чтобы оно положительное осталось, мы меняем знак. Поэтому, посмотрите, у вас получается, для x меньше единице, вы получите такое решение, x минус 1 равняется минус, здесь я корень, смотрите, я корень из угла, здесь написала из корня. Нет, корень квадратный. Вы получите минус, потому что модуль равняется. Снимаем модуль для меньшей низкой, получите минус 1 квадратный, единица минуса 1 квадратное. И от сюда х границу находите. У вас х получается равное 1 переносе, единица минус 1 квадратный, единица минуса 1 квадратный. Ну, естественно, у вас получается граница, вот, если вы смотрите как х, от этой полуокружности до вот этой вот, от прямой, до правой полуокружности. Итак, у вас получается граница от единицы минус, вот они, границы, вот у вас верхняя граница по х, смотрите, нижняя почетка. Итак, х получается граница от единицы минус, полик квадратный, единица минус х квадратный, да, до единицы плюс, полик квадратный, тот же полик, единица плюс полик квадратный, единица минус х квадратный. Вот так у нас будут границы. И еще раз повторю, если функция была бы конкретно принята, даже хотя бы х плюс у, мы могли уже вычислить эти интегралы. Но если правильно расставлена граница, величина будет одна и та же. И более того, мы уже убедились на занятиях, что в зависимости от удачного расставновки границ, а удачный это всегда оптимизация. Можно один интеграл считать, а можно два, а можно и даже больше три, в зависимости от того интегрирования. Ну, это вот, посмотрите, вот эти примеры связанные, чтобы вы могли, цель какая, расставить границы интегрирования в разном порядке и поменять. Дальше, естественно, мы должны часть, мы вычисляли, мы вычисляли самые простые с вами интегралы двойные, когда у вас были константы, и dx, и dy изменялась величина, там, несложная функция, были ли константы. Вы смотрите, вопросы есть по этому? Потому что, если непонятно, вы сразу спрашиваете, что непонятно, и именно в каком моменте вам надо подойти здесь, указать, что вам именно в каком моменте непонятно. Мы назвали четыре примера, четыре иллюстрации, а четвертый пример вообще мы их в одном порядке и в другом расставили, имея только область интегрирования. Потому что, если вопросов нет, мы можем перейти к вычислению этих интегралов. Уже, чтобы вы с границами как посмотрите внимательно. Пока вы смотрите внимательно, еще не все угнавилось, я изменить порядок интегрирования мы с вами сделали. А теперь у меня такие примеры, я подобрала. Вычислить двойные интегралы. Ну, не просто вычислить, а дана область, данный интеграл, уже функция, смотрите, примеры будут такие. Будет уже конкретика дана по функции f от x и y. И нужно будет, я так поняла, что не только, но и расставить границы и вычислить. И в том, в другом порядке убедиться, что это у нас вариант такой есть. Итак, запишите, вычислить двойные интегралы. А это я вам рекомендую еще посмотреть, потом в конце занятия уже дома, когда вы будете в спокойной обстановке. Взять примеры и самостоятельно, где, который вы разобрали здесь, просто самостоятельно смотреть. И если у вас все получается, то есть вам понятно, и вы все расставите, и у вас все получается, и это все хорошо. Но если где-то у вас вы тормозите, или где-то вопрос завис у вас, обязательно не оставляйте его вопросом. Иначе будет свежий пол накапливаться. Вот, сразу выясните на практическом занятии. То есть, вы можете подойти и спросить, смотрите, вычислили двойные интегралы. Такая у нас будет. Так, давайте у нас будет второй тип интегралов идет. А, вычислили двойные интегралы. А мы вам интеграл записываем. С по области С. И с плюс средний. То есть, там где-то видите, там где-то локом садом. Дальше, дальше. Где С треугольник с вершинами? С треугольник. Взываю сюда с вершинами. С вершинами такие. Нольная. Дальше. А1. Б1. Итак, вычислить двойные интегралы. Не стало, чтобы он был в порядке. Но для себя, как хотите, можете проверить, что это и так. С чего нужно начать? Вычислить двойной интеграл данный и область интегрирования. С чего нужно начать первое? С четырех. С милеем. С построением области интегрирования. Вон, сказано, треугольник с вершинами. Давайте мы его построим. Семенов данный. Х. Итак, координата 0,0, есть координата 1,0. Мы в короткие возможности вершинку. Это будет А. И координата 0,1. Х, 0, Y, 1. Мы число здесь на оси. И век. Век. 0,1. Это 1. Это 1. Вот так. И треугольник вот такой получается у нас. И здесь вот наша с вами задача. Вот после выполнения области интегрирования, наша с вами задача расставить границы. Вот в каком порядке мы их будем расставлять? Предлагайте. То есть мы можем, нам с вами понятно, dx, да, сразу видно от 0 до 1, а dx будет тогда от 0, и надо найти уравнение вот этой прямой. Это у нас будет рисунок 25, да, точно вчитается. Рисунок 25. Там область интегрирования. По концентрированию, ну, для примера, а у нас. Давайте там будет 1а у нас, а тут будет 2а. Второе сегрирование 2а. Это второе у нас встает. А там будет 1, с которым у нас, да, разные эти. Вот здесь рисунок 1. По концентрированию. Вот, встает 1 к первому типу заданий. Это по второму типу заданий. Итак. Ну и начинаем. У нас интеграл равняется. Сделаем интеграл. dx. Давайте мы dx. dx изменяется от 0 до 1. Дальше будет интеграл. x плюс y. Вот теперь dx, которая будет, вот я вижу здесь, это, ну, вот этой прямой. А уравнение прямой как найти? Ну, знаете, я предлагаю уравнение в отрезках. x единицу отсекает, y единицу. Уравнение в отрезках имеет вид. x плюс единица. Ну, давайте так, нет. x на а, это общее уравнение заданий. Уравнение в отрезках вид общий имеет. y на b равен 1. Вот это уравнение прямой в отрезках. Где ab это отрезки на всех xy. В нашем случае а единица равняется, b единица. Это у нас в первом семестре был материал аналитической геометрии, напомню. Вот. И тогда раз ab единица, вот получаем, смотрите, x плюс y равно единица. Значит, y отсюда вы находитесь. y равняется 1 и плюс x. Все. Вот эта функция y равняется. Ну, я вот так скажу, что x плюс y равно единица. Что же вам надо найти, то вы и находитесь. Если нам найти y, вы находитесь единица минус x, если x. Если единица минус y, в данном случае нам надо найти y. У нас получается единица минус x. А теперь осталось только вычасить. Посмотрите, границы расстали. Еще раз проверим. x от 0 до 1, y от 0 до 1 минус x. Вот это напрямая, чтобы y выразим. Все. И находим, решаем. А вот решаем, смотрите, начинаем внутри решать. Переменная только y. x как константа мы воспринимаем. Поэтому здесь будет как степенальный интеграл. Как типа x, dx, dy, dy. Поэтому, посмотрите, на что получается. Первое, как я запишу, будет 0 единица dx. А вот здесь у нас с вами будет, посмотрите, это как константа. Если вот уже d я могу вот так переписать. Вот смотрите, если отдельно я могу, не сейчас я смотрю, дойдем, а записать вот сюда, я его запишу. Смотрите, вот этот интеграл, чтобы вам совсем понятно было. Вот это x плюс y. А dy я могу записать под деференциал, внести как деференциал x минус y, d. Так, и изменяется y от 0 до 1 минус x. Смотрите, у меня получается. Так как x константа, деференциал то есть производная умножить на dx, на dy. От производства константа 0 мы получим просто, у нас dy будет. Вот. Поэтому у нас получается, что dy, что d от x плюс y это одно и то же. Но зато у нас сам табличный интеграл. Этот интеграл, посмотрите, будет равняться x плюс y на единицу больше. И в первой серии, в квадрате, разделить на 2, как типа u, d, u. Это u квадрат на 1. Все. И в границах от 0 до единицы минус x. От 0 до единицы минус x. Поэтому посмотрите, что у нас получается. Ну, я отдельно его выписала, этот интеграл, чтобы потом подставить. Вот отдельно. И отдельно я его возьму. Можно оттенуть все это сразу туда, но я его в транс отдельно выписала. У нас получается одно. Теперь помните, вы подставляли, у вас y изменяется. x константа. Вместо x ничего не подставляете. Вместо y подставляете верхнюю границу. У нас вот что получается. Одно второе вообще можно вынести, это константа. И подставить. Значит, верхнюю границу подставляете. x такая остается. x плюс единица минус x. Плюс единица минус x. У вас это вместо y вы верхнюю границу подставляете в квадрате. И одну вторую просто вынесла. Отнять. А теперь вы отнимаете, подставляете вместо y к нижнюю границу. У вас просто будет x плюс 0, ну, x квадрате. Отнять x квадрате. Преобразование делаем. Какие тут преобразования у нас? Смотрите, на что получается. У нас получается x и минус x у нас уйдут. Так, одна вторая у нас остается. И тут получается единица от... Ну, 1 в квадрате единица. Единица минус x квадрате у нас получается. Все, это мы вычислили. Смотрите, вот это внутренний интеграл. То есть, вместо вот этого интеграла, что мы выписали и вычислили, у нас получается 1 вторая. Давайте, а там можно за знак, кто-то, вынести. Давайте так. 1 вторая будет. Единица минус x квадрате. И так как у нас это от x зависит, от dx, то мы 1 вторую туда вынесем, а дифференциал уже возьмем первообразную от вот этого выражения. Да, мол. Ладно, давайте вот это отбираем. Это мы вспомним, все это сделаем. Так, и у нас получается. Одну вторую выносим. А теперь первообразные находим. Как сумму интегралов можно рассматривать. Интеграл суммы, как сумма интегралов идет. У нас получается 1 вторая. Смотрите, я сразу найду. От единицы первообразных это будет x. Как проверить? Производ от единицы x даст единицу. Все, будет интегральная функция. Теперь от мин в минус будет. А x в квадрате получается у нас что? x в квадрате разделить на 3. А куда надо единица? Получим интегралов, просто повторите. Все, отбираем первообразную. Но теперь подставляем границу. Верно. Так, у нас 1 вторая, так и вверх. Смотрите, подставляем верхнюю границу. У нас получается единица минус 1 треть. А потом отнимаем минус и подставляем нижнюю границу. Но нижняя нам 0 даст. Просто будет 0, там и минус 0 плюс 0, я тоже решу. Итак. Единица опять 1 треть. Это будет что у нас? 2 третьих. У нас получается 1 вторая. Умножить. 2 третьих, да, будет. Умножить 1 треть. У нас получилась с вами 1 треть равняется интеграл. Причем он был бы такой величины, если бы мы с вами в другом порядке брали бы... Вот тут можно просто в другом порядке взять и посчитать. Давайте посчитаем, чтобы убедиться. А то мы писали равенство, а будет ли это действительно так? Пусть бы немножко дольше у нас время займет пример сам, но зато вы действительно уясните и на практике убедитесь в этом. Мы с вами расставили dx и потом dy и вычислили интеграл и получили 1 треть. А теперь я предлагаю вам, смотрите внимательно, расставить в этом же примере только dy, теперь будет идти x плюс y, dx. Вот так и в порядке расставить. Поняли, да? И посчитать этот интеграл. А в таком порядке как у нас будет звучать? Посмотрите внимательно. У нас y как будет изменяться? Смотрите. Ну смелее, что у нас будет? От 0 до 1, да? Да, до y. Вот он, y. От 0 до 1. А смотрите, как будет x изменяться. Вот, dx у вас. А вы ведете сюда. У вас будет от оси y, а оси y это x равно 0. Значит, x у вас будет от 0 изменяться до чего? До вот этой прямой. И так как это x вам надо отдать, вы x отсюда находите. Вот из этой прямой находите x. У вас получается, что x будет равняться 1 минус y. Значит, у вас от 0 до 1 минус y. Вот у вас как получится в обратном порядке. Вот то, что мы делали в предыдущие примеры. Ну, связь была. Целостность. Все. А теперь решаем так же, как мы решали с вами. Все то же самое. У нас получается, ну, тут сразу, когда остается у нас, если у нас от 0 до 1 до y. А здесь у нас получается, я так же могу. Теперь смотрите, x переменная здесь, а y в константу идет. Значит, у вас будет все то же самое. x плюс y в квадрате разделить на 2. Можно тут. В границах от 0 до 1 минус y. Только вы подставлять будете уже x, потому что у вас x изменяется. Так, давайте так. Одну вторую маршрую мы вводим как константу. Здесь интеграл от 0 до 1 до y, как и идет у нас. А вот здесь у нас, идем, подставляем верхнюю границу вместо x. У нас получается единица минус y и плюс y. Так, это в квадрате. Вот так делаем. В квадрате. И минус. А теперь я вместо x подставляю 0. Получается минус y в квадрате. Так, делаем преобразование. Так, это вот мы убираем. Вот так, если у вас не возникло, смотрите перед нами какие-то вопросы. Значит, будем по-минус и кинем потом смотреть. А здесь, смотрите, y в квадрате и остается одна вторая. Это грамм. Мы сразу идут в икру до y, и тут от y будет зависеть. Тут получится 1 в квадрате 1, единица минус y в квадрате. Ну, икру до y. Граница 0 на 1. А теперь здесь очень можно даже поставить аналогии. Посмотрите, как у нас получилось. У нас заменились с вами. Вариантность интеграма. У нас тут был 1 минус x в квадрате x, а тут у нас с одной второй. 1 минус y в квадрате y. Ну, это одно и тоже, в общем-то. Ну, если дальше решать, мы дальше решаем с вами. Одна вторая такая славица. От единицы первообразная граница. Икру минус. А при квадрате будет икру минус 1 на 3. Граница к 0 на 1. Подставляем верхнюю границу. Получится 1, 2. Верхнюю подставляем будет, смотрите, единица. Минус 1 на 3. А нижнюю подставляем, у нас там будет минус 0 на 3 условия. Это будет 0. И будет равняться 1, 2 на 2, 3, 1 на 3. Что-то высоко у вас получилось. Поэтому то, что вы писали в начале, когда мы меняли границы, это будет. Почему? Потому что у нас получается одна и та же область интегрирования. Мы не меняем область интегрирования с вами. Ну и здесь, знаете, как аналогия. Просто окном вопрос. Вот посмотрите, мы можем, еще раз повторяю, если бы функции не было, вот это х плюс у, мы просто бы получить фигуру могли найти. Ну а треугольник, она и так легко находилась. Но так как у нас еще есть функция, то, естественно, мы находим функцию наперплости определения. Здесь я уже, знаете, сразу как идет у меня мысль. Я подвожу у нас двойной интеграл, есть еще и у нас тройной интеграл. Если двойной интеграл у нас площадь вычисляет, когда dx, dy, то тройной интеграл что будет вычислять, вы нам догадались? Объем. Объем. Совершенно верно. Смотрите, когда у вас будет идти интеграл dx, dy, dz. У вас каких-то будет, естественно, тройной интеграл. И вот так мы берем как тройной интеграл, давайте я тройной интеграл. По объему V у вас идет dx, dy, dz. dx, dy, dz. Я уже так делала. Равняется, но вот так у меня. Расписать, когда нужно будет, в зависимости от того, что у вас идет там. У вас как раз таки z может... И интегрирование также начинается у нас с конца будет идти и с расставления границ. В зависимости от объема у вас там будут границы. От a до b, от c до d. То есть надо смотреть, какие-то границы у вас будут. Вот поэтому объемы расставлены. Пока я видение это дело сделала, потому что зависит ли вся задача у вас с вами. Да, объем. Ну, посмотрите, я что хочу сказать, чтобы сопоставить. Посмотрите, по такому мы у нас получалось с вами... Смотрите, если у вас получалось вот сейчас dx, dy площадь, да? То площадь можно было бы вычислить через один интеграл. Если мы знаем, как функция изменяется, то у нас получается интеграл от f, от x, например, f от x dx. То есть фактически y мы здесь... Здесь какие-то границы влево у нас. То есть можно было бы площадь вычислить через одинарный интеграл, введя функцию. Вы понимаете, при y изменяется обычно от x, вы уже заметили. И когда x ставите, вот тут даже смотрите, у нас как было. Вот здесь от x в результате получаем, все равно выходим, вот она у нас от x идет окончательно. Вот. Смотрите, y у нас от нуля до какое-то значение x. То есть у нас функция уже есть. Это можно было бы одним интегралом вычислить. Можно двумя интегралами. То есть тройной интеграл это есть площадь. Я вас хочу что подвести? Тройной интеграл, посмотрите, это следующий будет вариант. Но, если мы двойной интеграл и ставим функцию, вопрос, будет ли это объемом в этой фигуре на площади? Вот. Смысл, как вы поняли вопрос, что двойной интеграл, если у нас без функции, то это у нас площадь той или иной линии. У нас ведь много было, а сейчас просто треугольник прямоугольный, то есть, ну, треугольник известная фигура. А к вам вопрос. А если у нас двойной интеграл с функцией, что он, смысл его какой? Объем. Ну, вот этот вопрос. Если вы посмотрите, да, будет ли это объемом? Это как раз вопрос у вас возник к тому, что сейчас это. А сейчас что мне нужно выяснить, чтобы вы могли расставлять границы в том другом порядке, так? Чертить области интегрирования без затруднений, без всяких, так, и вычислять двойной интеграл по основным границам. Ну, и хорошо понимали, что если область не меняется, то, в принципе, двойной интеграл в том другом порядке, он тот же самый, только если оптимизирует. Бывает, что очень удобно, легко вычислить интеграл в одном порядке, а в другом порядке гораздо можно дольше крутиться. Это мы сегодня с вами заметим. Посмотрите, есть у вас вопросы по вычислению? Потому что по вычислению, в принципе, я тоже подобрала здесь несколько примеров. А, В, В. В у меня идет здесь примеры. Да. Как у вас идут с примерами? Посмотрите внимательно. Нужно еще... Сейчас я вам запишу примеры, чтобы у вас было над чем думать. Давайте так, тоже задание, только... Вычислить двойные интегралы. Это такое, В задание. Будет параболический сегмент. У нас будет и немножко функция другая. Давайте В задание запишем. Смотрите внимательно. Итак, задание В, А убираю. Но А мы очень хорошо с вами отыграли, как раз таки вот эти оправили. И так, В задание, посмотрите, В, А убираю, как раз таки вот эти оправили. А мы не скажем, что это такое. Но оно еще бывало. А у нас есть С. Их-и-ик в квадрате. Дх-и-ик. Где? С параболический сегмент. С параболический сегмент. Ограниченные линии. Их-ик в квадрат равняется. Их-ик в сраной ленинце. Такой параболический сегмент. Ну, посмотрите, с чего начнем. Вопрос к вам. Я как раз подготовлю леску. Итак, с чего мы начнем с вами? Не подумайте, говорите, если не стесняетесь. Выполнить, что нужно. Как он называется? Что вот мы делаем, чертим? Уже какой у нас рисунок будет? Так, это рисунок пятый. Уже рисунок шестой будет. Что это у нас будет? Параболический сегмент. Область интегрирования. Область интегрирования. Давайте нарисуем его. Вот сюда я рисую. Очистили здесь поставку. Так, Х-и-ик. Так, смотрим. Х равно единице. Ну, Х равно единице. Это вертикальное единице. Х равно единице. Теперь, смотрите, как у нас идет сегмент. Х равняется. Вот смотрите, когда у нас задано. Х равняется У в квадрате, то Х будет ось симметрии. То, что в первой степени ось симметрии. Опять я сообращаю. Можете повторить материалы. На канале есть линии второго порядка. Как раз параболы. Итак, то есть для двух значений У у нас будет одно. Тут можно просто по точкам построить. При Х-и равном единице у вас что будет? У равняться. Можете вот так выявить. Смотрите, У равняется плюс-минус плюс-минус Х. Вот, для каждого значения Х у вас будут получаться два значения У. Так как Х у вас ограничено, при Х равном 0, 0 будет. При Х равном единице, У у вас будет равняться единице. Давайте так вам поднимем. Вот, точка. И минус единица. Нужно эти плюс-минус единица. Минус единица на ш один. Вот, точка. И соединим. Это параболы. Вот она получается. Итак, мы вычертили параболический сегмент. Как мы будем расставать? Все, область нарисовали. Как мы будем расставлять? Посмотрите, он у нас равняется на инкеградию. Что? Вольмем. Так, возьмем. Вольмем нашу ДХ от 0 до единицы, да? Ну, вот я отвергаю от 0 до единицы. А вот, а то вы можете взять в другом порядке. Что? Возьмем от 0 до единицы ДХ. Инкеградию. Икс, Икс, Икс в квадрате, Д, Икс. Смотрите, как Икс изменяется. Икс изменяется от этого параболического сегмента до Икс, равного единице. Это Икс у нас. Подожди, а то на единице Икс. Нет, Икс, вот смотрите, Икс у нас, это я по Икс смотрю. Если бы я взяла Икс от минус 1 до единицы, то да, параболического до единицы. А мы взяли Икс с вами от 0 до единицы. Тогда Икс как будет изменяться? Смотрите. Вот сюда. От этой веточки, а это что будет? Икс равно. О, минус корень из Икс. Ну, вот этой веточки, а это плюс корень из Икс. Можете подписать, у вас Икс равняется. Вот минус Икс. А это Икс минус корень из Икс. Ой, еще бы. Вот эта часть параболицы, а это плюс корень из Икс. Все. А теперь вычисляете. А в обратном порядке, если взять, то смотрите, у вас Д Икс будет от минус единицы до единицы, а Икс будет от Икс в квадрате до единицы. Посмотрите, в другом порядке, если вы будете вот так раз, сделаете. У вас будет по-другому. Ну, у нас так и соберет. Знаете, здесь как действовать надо? Здесь мы видим, что Икс переменная, а Икс констант, она в произведении, можно вынести за интеграл, потому что Икс, получается, от Икс не зависит. У нас получается интеграл от нуля до единицы. Смотрите, Д и Икс, и все сюда, он может на Икс от этого принесут. А получается интеграл, и в обратном порядке Д и Икс. Можно сразу, если вы видели, устно брать сразу, и в кубе на 3. Для потока сделаем. Все, работаем теперь. Посмотрите, у вас получается, ну, как у вас идет интеграл, она на 1 до единицы, так, давайте Д икс, д икс сюда, и все, икс сразу. А здесь вот получается, он может Икс в кубе на 3, степенной интеграл, граница, там минус, что у нас здесь, такой же здесь. Теперь надо подставить границу. А 1 треть вообще можно за интеграл вынести. Ну и давайте вынесем 1 треть за интеграл. А здесь у нас будет интеграл от нуля до единицы, так, Икс, кубе, вот так вот. Ну, так как минусов у этого минус даст, то есть минус на минус даст просто плюс. А вы там поставили, подожди, верхнюю границу, да, только. Это мы поставили, нет, и нижнюю подставили, и нижнюю поставили минус, да, все, 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 это мы у нас кольцо относим. Все, знаете, что получается? Это будет тоже минус на минус плюс даст, и тоже будет Икс 3 второй степени. Значит, у нас получится, этот Икс плюс, этот будет 2 Икс. 1 третья будет интеграл. Икс от есть, отсюда Икс. А вот отсюда будет, у нас получится, вот, Икс 3 вторых плюс Икс 3 вторых. Такая степень 1 вторая будет. 2 Икс степени 3 вторых. Ну, я же не переписываю все это, я сразу еще умножу сюда. 2 Икс степени 3 вторых. Просто аккуратно сделаем. Д Икс. Равно. Теперь двойку вынесем. Знаете, что у нас получается? Просто аккуратно теперь вычислить надо. Равно. Диноплетик мы выносим. Это константы все. Так. Здесь будет интеграл. Так, от нуля до единицы остается в данном месте. В степени перемножения с одинаковыми основаниями, что складываются. Смотрите, Икс это в первой степени 3 вторых. У нас получается 5 вторых. Да, как будет? Да. С половиной 5 вторых. Потому что 1 и 1 вторая, 2 с половиной 5 вторых. Икс степени 5 вторых, а потом 1 и 5 вторых. Да, есть. Спасибо. Переберем лагерь. С степенью 1 и 3, ну 2. Сейчас набирайте. Так можно. Прослаживайте. Итак. Амин степеновый интеграмм уже прямо как табличный интеграмм степенной функции. Получается 2 третьих. Икс степени на единицу больше. Значит, 5 вторых плюс единица. Это будет 7 вторых. Разделить на одну степень на 7 вторых. От нуля до единицы. Так. Теперь остается у нас совсем немного. Двойку у нас перенести сюда в нормальный вариант. У нас получается 4 симметрии двадцать первых в границах. Икс степени 7 вторых. Граница, которая единица. Подставляем вначале верхнюю границу. Эта единица будет а. Нижняя ноль даст минус 0. Получается 4 двадцать первых. Потому что она аня. Такой вот. Всего вот такое числовое значение получили. И оно получилось быть такое же. Самостоятельно вам просчитать. Смотрите. Если мы поставим границу не от dx, а вот таким образом сделаем. Эта грамма у нас будет. Посмотрите. Граница поставим двери. От минус единицы до единицы. От минус единицы до единицы до единицы. Здесь у нас будет интеграмм. Икс или в квадрате до х. А до х знаете как будет изменяться тогда? Вот от этой параболы до единицы. А эта парабола задана как х от у в квадрате. Смотрите. От у в квадрате до единицы. Это посмотрите. Это вам уже самостоятельно просчитать. Вот в этом примере. Останется для как раз таки вот этих моментов. Посмотрите внимательно. Вы успеваете записывать? Сейчас я посмотрю. Успеем записывать? Да, да. Успеем записывать, да? Да. Надеюсь, если что-то не важно, то вы скажете вопросы или что-то еще у вас там есть. Хорошо. Так. Ну, вы посмотрите. Это вы для самостоятельной работы возьмете. Ну, еще можно ли вы посмотрите. Я посмотрю, какой вариант у вас. Ну, давай, если этот интеграл только немножечко то у нас таки и все. Ну, вот такой пример. Успеем позабрать. Здесь у нас примерно такой изюм. Двое. Двое интеграл по области S. Двое интеграл по области S, где S, параболический сегмент, ограниченный линиями. Так. Тоже идет параболический сегмент, можно написать. Так. А линии такие. Y равняется до зеницы минус X в квадрате или граммут 0. Посмотрите. Вот этот пример. Он включился тем, что у вас в виде дроби за рот. Вот таким образом. Вот. И начинаем строить сегмент. Начните строить сегмент, он несложный. У нас вот таким образом. Видите, парабола вверх и вниз, на единицу поднята будет. Вот. Ну, можно по точкам построить. Поскольку у нас Y равна 0, это ось X. Ну, давайте посмотрим там. Здесь надо подписать кратик. У нас-то там 6 было, да? Это 7 у нас получается рисунок. И там еще объедем. Это рисунок 7-й. Давайте давайте. Область интегрирования. Полность интегрирования у нас получается, да? Второй. Вот у нас B. Вот это у нас, например, у нас в соответствии было. Рисунок 7-й. А сейчас мы рисунок 8-й. Мы помним. Просто сегмент нарисуем, что у нас здесь. Так, это будет весело вверху располагаться. Потому что Y от 0, а от оси X и выше. И все. Я предлагаю, что здесь сделать? Просто прям по точкам. В принципе, смотрите, можно к лулю приравнять. Y рассматривайте. Y равно 0 заодно. 0 сюда подставьте. Вот границу у нас получится. Смотрите. 1 минус X квадрат равняется 0. X квадрат у вас будет равно единица. И X получается плюс минус единица. Потому что модуль X. Давайте. Что-то формирование, что особой придирки такой не было у нас. Вот. X плюс минус 1. Значит, вы смело рискуете. Если X равна 0, смотрите, вы получите Y равно 1. Вот сюда. То есть, по большей единице 1. А если у нас Y равно 0, то вы получите плюс минус 1. То есть, вот тут у вас единица будет плюс. И здесь минус 1. Посмотрите, я помню. Я просто помню, чтобы сегмент в масштаб взяла. У нас все действие будет в этих единицах разворачиваться. И так как это пора было смотреть лет и вниз. Но пора было, мы знаем, что у нас вот так это работает. Вот сегмент у нас. Параболичный сегмент. А вот саму как раз самим интеграла. Ну, мы можем расставить границы, да, вычислять уже, смотрите. Вот этот примерчик у вас для самостоятельного. А самое главное, что вы знаете, что здесь у нас получается. У нас где-то результат есть. Где у нас результат? Вот, посмотрите. Здесь подпишем рисунок 8. Да, уже достаточно мы рисуем сегодня с вами. Можно остановиться. Рисунок 8. Это область интегрирования. Область интегрирования у нас 2. В, да, ведет. В, да, ведет. Пункт В. В, да. Все, посмотрите. Вот тут только определимся, как у нас будут границы идти. Если мы с вами возьмем границы х, то х будет, смотрите, от минус единицы до единицы идти. А у будет идти что? От нуля до единицы минус х квадратик. Итак, наш интегрирование будет иметь вид. Куда теперь его записать? Смотрите, разом. Интегрирование идет. Все, что он пришел. Итак, dx, если возьмем от минус единицы до единицы до dx. Как видите? А тут у вас пойдет интегрирование. dx разделить на y плюс единица в квадрате. Это степенная функция, если я не узнала. А границы у y от нуля, оно там есть у вас, и у y, от нуля до, смотрите, единица минус х квадратик. Вот это параболическую параболу. Все. Осталось вычислить, узнать, кто это интеграл. Вот это какой будет интеграл? Отличный. Почему? Потому что я могу плюс 1 вынести под дифференциал и получить степену. Или плюс 1 записать в минус второй степени. Вот посмотрите, вот этот интеграл я отдельно вычистлю, который был бы не очень воспринимательный. И плюс 1, смотрите, в квадрате. Его можно преобразовать как интеграл. Во-первых, y плюс 1 записать в минус второй степени, а дифференциал получается от идиницы внести. Мы можем, потому что производная фигиция от константа в ноль. Потому что дифференциал этого выражения будет равняться, то есть вот этот вариант d от y плюс 1 будет равно d y. Все. А этот обычный интеграл на единицу больше. Посмотрите, вы в результате получите так, единица плюс y в степени на единицу больше. Это будет минус 1. И разделите на минус 1. Границы у вас какие будут? Посмотрите, от нуля до единицы минус x в квадрате. Просто вам обучить 0. То есть у вас в результате, посмотрите, получится в границах от нуля до единицы минус x в квадрате. У вас получится, смотрите, минус 1 разделить, чтобы в квадрате другое нормальное. y плюс 1, 1 плюс y, это вниз пойдет, это с минусом будет. Браница от нуля до единицы минус x. И помните, что у вас в игре изменяется. Вместо y вы будете ставить единица минус x. А что у вас получится здесь? Давайте-ка прикинем. Минус так особо, я пока, смотрите. Вместо y ставлю нижнюю границу, получается. Даже очень неплохо. Это минус x плюс 1. А потом мы ставим минус... Посмотрите, вместо y 0 ставим. У нас минус 2 и 2. А 0 просто единица. Ну, мы с этим распоряжением. Так, я могу, смотрите, знак минус сюда внести. У меня получается от единицы отнять. А тут будет единица разделить на 2 минус x. Вот если мы не ошибки не сделали, то вот такое выражение у нас будет. Это вот вместо этого у нас. И подставляем дальше сюда dx. То есть у нас с вами получится... Посмотрите, это мы вычислили. А у нас получается интеграл от минус единицы до единицы. Сюда вы подставите вот это выражение. Единица минус единица на 2 минус x. Так, и получится лады x. Вот, вот, x единичку берем. Все, и осталось сразу вычислить. А вот это у нас уже будет. Это понятное дело, что у нас, смотрите, получается. Первообразно от единицы это будет просто x. Минус. А вот здесь dx на 2 минус x. Еще минус, если унеси, 2 минус x. Под деревенциал, смотри, тут 2 я внесу, 2 минус x. Но если я возьму производную, у меня будет минус единица минус dx. Ну вот, минус dx, а у меня так, минус dx, да? Вот этот минус унеси сюда, то тут получится, вы знаете, как записать? Интеграл. Смотрите, у вас получится интеграл. Дифренциал 2 минус x разделить на 2 минус x. А это натуральный логарифм. Могут 2 минус x. Это уже как бы x на x, это не степенной. О, как будет у нас. Значит, и так как мы, смотрите, знак минус у нас выпадает здесь, а у нас минус есть, мы его свернем, он плюсом у нас войдет. Плюс получится. Натуральный логарифм. 2 минус x. Смотрим, 2 минус x. Вот так, граница под минус единица до единицы. Минус единица до единицы. И дальше вам останется просто посчитать. А вот интересно, что у нас будет. Смотрите, ставите верхнюю границу. Единица плюс логарифм единицы. Очень хорошо. Минус нижнюю границу. А минус нижнюю границу вы минус единицу ставите. Значит, минус на минус. Вот, давайте. Минус единица получится. И тут будет плюс. А тут минус единица, логарифм 3. Потому что минус на минус плюс, он даст единица 3. Вот так у нас будет. Смотрите, что получается. Тут плюс единица, единица 2. Минус. Плюс. В логарифм единицы это 0. Так? А тут будет минус логарифм 3. 2. Смотрите. Минус логарифм 3. Вот так. Вот такое выражение. Вы его можете проверить то же самое, взяв... Кто мы брали? Смотрите, вариант dx от минус единица до единица. А вы будете взять так. Смотрите. Возьмите от 0 до единица, но x у вас будет изменяться. Смотрите. Вы должны быть часть параболы отрицательной, но этой. Вы уже найдете его. И посчитаете. Вот должно быть. Вот такое выражение. Посмотрите. Я уже по времени, наверное, чуть ли не перебрали. Ваш перерыв у вас должен быть. Посмотрите. Сейчас есть у вас какие-то... Потому что я-то заготовила еще у меня здесь примеры. Примеры есть. Вот такие варианты. И вот здесь минус x в квадрате. А мы ставим единица минус x. В любом случае, посмотрите. У нас парабола идет. Парабола идет. И вот здесь момент. И вот здесь минус x в квадрате. Все правильно мы сделали. А посмотрите. Опять граница. У нас что нужно будет быть? Вы у себя молчите. Вы устали уже, да? Смотрите. У нас единица... Вот просто внимательно будьте. У нас получается единица минус x в квадрате. Видите? У нас параболы. Вот они, граница. Вот граница. Видите? А нуля, единица минус x в квадрате. А у нас все хорошо. У нас нуля, единица минус x в квадрате. А здесь вы видите в конечном итоге что? Вы конечный итог видите? Должно быть единица минус x в квадрате. Что не так просто. Посложнее будет немножко. В принципе, вот. И должны поставить, смотрите, вместо y подставить единица минус x в квадрате. Одно маленькое одно. Это несколько меняет все. Ну, в нуле у вас получатся минусы. И у вас смотрите, что получается. Единица минус, а здесь два минус x в квадрате. А это, в общем-то, меняет. Это в другой интеграмм просто будет. Два минус x в квадрате. И справьте, потому что это очень хорошо, когда ты нашел неточность. И можешь ее сразу использовать. Вот здесь все правильно у нас идет. Шло-шло правильно, пока мы не дошли вот до этого момента. Смотрите, здесь квадрат. Секи. Ну, это принципиально будет менять. Посмотрите. Это у нас будет такой тоже будет логарифм. Только корень из двух минус x. Там корень из двух плюс x. У нас вот с этого момента у нас пойдет другой логарифм. Единица на 2а. У нас будет другой вот это. Вот смотрите, вот с этого, чтобы не занимать время, вы не считаете. Но вот здесь вот с этого момента начнется x. Так и будет у нас x. А вот это у вас будет по-другому идти. Поэтому, вы там уверите вопрос, поставьте там не будет так просто. Ну, в принципе, другой табличный интеграл. То же самое дома найдите интеграл. А я вам скажу, какой табличный интеграл. Вот сюда, смотрите. Смотрите. Д, x в таблице. А квадрат минус x квадрат. x квадрат. x квадрат минус x квадрат. Это уже немножко другой табличный интеграл. Но мы вернемся к нему. И посмотрите еще раз. Будьте внимательны. Я понимаю, что вы встали. Вторая половина дня. Но, тем не менее, видите, какая досадная ошибка невнимательности. Вам, арабитериента, кто поступает, наблюдается, когда, ну, вторая половина дня дают преподавателям, может быть. Но самое главное, что у вас есть время исправить ошибку. Поэтому интеграл досчитайте. Сейчас есть какие-то вопросы? Нет. Нет, да? Все. Тогда спасибо за внимание. Мы на этом с вами закончим этот материал.